МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И приложил вот именно этот славный фотоснимок. Ну, а Надежда Чудинова прислала фотографию, снабдив ее длинной, позитивной, стихотворной подписью. Итак, вы любуйтесь картинкой, а я буду декламировать, что называется, нараспев. Чтоб все в жизни было четко, чтобы сразу все понять, очень важно это что-то просто взять и подписать. Вот, к примеру, эта кнопка. Прочитать ведь ерунда, сразу стало все понятно, нужно пальцем жать сюда. Жизнь на Гаеве просто класс, все подписано у нас. Ну, а в качестве сегодняшнего кадра дня от дежурного по городу с удовольствием предлагаем вам ромашечки. Конечно, можно сорвать и погадать, любить не любит, но пока их еще мало, поэтому просто пусть растут и радуют глаз маленькие неброские симпатяги. Сегодня в дежурном по городу приколы пермского ступенькостроения. Мы с вами сейчас ровненько напротив дома номер 42Б по улице Крупской. И смотрите, какую красотищу здесь навели. Ровные, аккуратные, красивые ступеньки, ведущие абсолютно в никуда. Вот зачем так сделали? Вот чтобы что? Чтобы можно было прийти и посидеть на заборчике? Интересно, во сколько обошлось городскому бюджету подобная ступенькостроения? Что-то подсказывает, что сумма, ну, в общем, такая, кругленькая получается. И не лучше ли было ее употребить на что-нибудь более нужное и полезное городу? Потому что зачем, вот зачем пермикам ступеньки, ведущие в никуда? Повисающие в воздухе вопрос, правда? В русском языке есть такая поговорочка. Правая рука не знает, что творит левая. Пример применения этой поговорочки – вот это куча веток, которую срезали при кронировании и не вывезли после кронирования. Лежит давненько, ветки уже успели просохнуть. Единственный плюс из всей этой ситуации – можно взять и понюхать запах, такой, знаете, вот сеном пахнет на солнышке. И это хорошо, но все остальное плохо. Потому что, ну, не должно быть на пермских улицах подобных украшений. Ах да, адрес? Адрес забыли, пожалуйста. Это микрорайон юбилейный. Это улица Холмогорская. Ровненько напротив дома номер 15. На газончике между проезжей частью и пешеходкой. Вот прямо лежит, глаза мозолит. Мы нашли. Интересно, почему коммунальщики никак не могут. Помнится, было это где-то в начале июня. Прошел практически месяц. Здесь, на улице Восстания, при повороте с основной дороги вот туда, к супермаркету, мы учили вас отличать сюрприз от подвоха. И цитировали песню, что сюрприз хорошо, подвох плохо. Речь шла про колодец, который ровненько на поворотике и без крышечки, и прикрыт утлой деревянной загородочкой. Почти месяц прошел, мы решили проверить, что же поменялось. Изменения, как говорится, налицо. Во-первых, выше стала трава, и поворот стал еще более слепым. Во-вторых, исчезла утлая деревянная загородочка. Все! На этом изменения закончились. Крышки как не было, так ее и нет. А остатки загородочки как валялись внутри колодца, так и валяются. Ну и спешим напомнить о том, что наш конкурс на лучшую новость недели продолжается. Автор самого интересного сообщения получит подарок от телеканала Рифей ТВ. Для тех, кто любит и умеет готовить миска-салатница, пара сковородочек, они точно найдут свое место на вашей кухне. Ну а Игорь Гиндис и Александр Худяков на этом заканчивают свое сегодняшнее дежурство. Не забывайте номер нашего мессенджера Viber 8 951 952 02 22. Встречайте завтра Анну Водоватую, а на сегодня все. Свидимся. Спасибо, удачи, пока.